Прежде чем перейти в конструктор, нам надо подготовиться. Сегодня мы с вами создадим вот такую страничку для похудения. Ну, к примеру, фирма Гербалайф, там похудение, хотя во всех практически MLM компаниях есть средства для похудения. Итак, нам надо с вами подготовить элементы, чтобы потом просто вставить их уже на страницу с помощью конструктора. И давайте посмотрим. Итак, первый элемент, как видите, ленточка, просто примени, да? Давайте я вам покажу, как это делается. Итак, переходим на чистый слайд и начинаем творить. Вверху у нас есть фигура, такая вот вставочка. Нажимаем её и находим звёзды и ленты. И выбираем нужную нам, ну, к примеру, вот эту вот. Кликаем на белом поле и получаем вот эту ленточку. После этого растягиваем её до нужной длины и ширины. Ну, это вы уже так на глаз делаете. Кликаем на неё и делаем тот цвет, который нам подходит. То есть, вверху линия, ну, пускай она у нас будет чёрной, да? А заливка, сделаем её не совсем чёрной, там, вот такого сероватого цвета. И здесь кликаем левой кнопкой, пишем «Просто примени». И поставьте многоточие. Как бы интригу создаю. «Просто примени» можно сделать покрупнее. Для этого мы выделяем и переходим вот сюда, вверх в меню. И выбираем цифру, ну, к примеру, 28. И можно сделать покрупнее, жирный цвет. Итак, у нас готов первый элемент нашего, собственно, нашей страницы. Что дальше? Правой кнопкой «Сохранить как рисунок». И сохраняем, можно в изображении, можно на рабочий стол. Как вам будет удобнее. Давайте для данного урока я буду сохранять на рабочий стол. Под номером «А». Под названием «А». Итак, «Сохранить». Очень хорошо. Смотрим, какой элемент нам нужен дальше. Как бабушка у подъезда отучила меня есть на ночь. И посередине здесь звездочки, ну, в общем, привлекающие внимание знаки. Давайте напишем этот текст. Выбираем текст, надпись и начинаем писать. Как бабушка у подъезда. Отдельно пишем. Потому что нам надо немножко поработать с этим будет текстом. Выделяем. Размер увеличиваем. Скажем, до 40. Потому что это элемент страницы, который должен быть ярким, большим, привлекающим внимание. После этого идем и нажимаем на формат. На слово «Формат». В левом верхнем углу. И у нас появляется на выбор варианты, как мы можем преобразовать этот текст. Просто выбираем, двигаем до тех пор, пока не найдем то, что нам нужно. Вот мне нравится вот такой вот объемный цвет красный. Я выбрал. Как бабушка у подъезда. После этого я что делаю еще раз? Выделяю. Он же у нас там был преобразован, как видите. Ну, не совсем ровно. Он как бы меньше, больше, меньше. Вот таким образом. Выделили. Идем в «Эффекты». Преобразование. И выбираем тот вариант, который нам нужен. Вот он. И у нас получился, как бабушка у подъезда. И опять идем в главную. И подчеркиваем. Буква «П» вот здесь идет. С чертой внизу. Подчеркнул. Итак, первая часть сделана. Дальше. Нам надо поместить сюда. Вот. Посмотрите. Красивые звездочки, да? Привлекающие внимание. Ну, давайте сделаем это. Опять идем в фигуры. Фигуры. И смотрим звезды, ленты. По центру мы поставим с вами вот такую звездочку. Как вы видите. Ее можно сделать немножечко поменьше. Значит, цвет у нас, у нее границы красные. Темно-красные. Можно сделать немножечко потолще границу. Так. А заливка у нас желтая. Ярко-желтая. Внутри мы поставим восклицательный знак. И вопросительный знак. И тоже сделаем цветом. Ярко. Такой красный. Можно сделать жирненьким. И, конечно же, увеличить. Ну, к примеру, до 32. Итак. Есть один элемент. Теперь звезды добавим. Опять идем в звезды ленты. И находим звезду. Ну, звезду надо сделать поменьше. Вот так вот. Сделаем опять цвет границы красный, желтый заливка. И правой кнопкой копировать. После чего давайте вставим еще пять звезд. Нажимаем на правую кнопку вставить. И последний. Чтобы расположить их с разных сторон. По три звездочки. Здесь очень удобно идет помощь. Видите, сверху идет черта такая, как бы, чтобы на одном уровне. И поэтому у нас будет все очень красиво. И, в общем-то, вот мы с вами сделали вот такой рисунок. Неплохой. Теперь нам надо внизу научила меня есть. Вернее, отучила меня есть на ночь. Опять берем текст. Вставляем сюда. Отучила меня есть на ночь. Так как у нас идет сверху начало предложения. То здесь маленькая буква. И опять все по той же схеме. Выделяем. Нажимаем на формат. Выбираем тот именно цвет, какой мы выбрали сверху. В главной делаем размер 40. Все так же, как и вверху. И идем. Нажимаем на формат. Идем в преобразование. Если у нас сверху был, мы выбирали вот этот вариант. Вот этот. То есть, снизу давайте выберем вот этот вариант. И опять идем в главную. И подчеркиваем. Итак, посмотрите, что у нас получилось. У нас получился шикарнейший заголовок. Его надо выровнять. Здесь что еще не дописано? Вопросительный знак и многоточие. Я люблю такие вот ставить вещи, которые, ну, не сразу, не совсем очевидны. И, в общем-то, тоже вызывают интерес. Итак, вот наш с вами заголовок. Что мы с вами делаем? Мы с вами сейчас должны его сфотографировать. Мы уже с вами установили в первых уроках программу ножницы. Вернее, нашли, где она располагается, как ей пользоваться. Теперь мы ее открываем. И делаем фотографию этого рисунка. Для того, чтобы потом вставить. То есть, вот, выделяю. И он у меня сохраняется автоматически на рабочий стол. Если вы забыли, то просто посмотрите еще раз эти начальные уроки. Создание хедера. Я вас там учил именно делать вот такие снимки. Теперь нам осталось еще найти картинку бабушки. Это делается через Яндекс. Картинки. Опять же, при создании хедера я объяснял, как это делать. Находите, открывайте Яндекс. Находите картинки. Пишите бабушка у подъезда. И находите красивую бабушку добрую. И сохраняйте ее на рабочий стол. Я это уже проделал. Теперь я вам вставлю эту бабушку сюда. И мы начнем с ней работать. С этой картинкой. Секунду. Вот. Вставить. Вот у нас такая картинка. Можно оставить так, как есть. Но у нас в PowerPoint есть шикарная возможность изменить оформление фотографии. Я выделяю. Опять же, нажимаю формат рисунка. Сверху. И ищу тот вариант, который меня больше устроит. Ну, вот, к примеру, такой. Обратите внимание. Как красиво, да? Я беру правой кнопкой. Сохранить как рисунок. И опять сохраняю на рабочий стол. Как, ну, B. Раз А у нас уже было. Правильно? Сохранить. Следующий элемент, очень важный, который мы сейчас с вами подготовим. Это вот эти вот призывы к действию. На желтом фоне, видите, две стрелочки. Как бы одна горизонтальная, другая немножко как свиток пергаментный. Как это сделать? Очень просто. Идём на нашу страничку, где мы подготавливаем с вами элементы. Опять же, идём в фигуры. Идём в фигурные стрелки. И выбираем вот такую стрелочку. И вставляем её на нашей странице. Растягиваем. Немножко делаем шире. Подготавливаем этот элемент. Теперь сделаем цвет этого элемента. Опять линия красная. Можно немножечко толще. Заливка ярко-жёлтая. Ещё один элемент нам нужен. Как вы помните, свиток вот этот вот. Звёзды ленты. Так. И вот он, свиточек. Вставляем его рядом. Опять, сейчас немножко повыше сделаю, чтобы вот так вот было у нас. Поближе. Опять делаем границу и заливку. Теперь пишем. Пишем наш текст. Просто заполните поля и заберите эти секреты. Опять же, давайте поработаем с текстом. Чтобы его было видно. Так. Идём в формат. И выбираем вот понравившийся нам, в общем-то, цвет. Очень хорошо. А здесь напишем 4 секрета. Вот. Не вошло. Давайте сделаем поменьше размер. Чтобы у нас всё поместилось. 4 секрета. Сделаем опять же этим же цветом. Формат. И вот таким вот цветом. Очень хорошо. Четвёрку можно сделать побольше. Раз нам позволяет, в общем-то, место. Всё. Очень хорошо. Итак, мы с вами подготовили этот важный элемент. Призыв к действию. Опять же, его фотографируем с помощью ножниц. Выделяем. И фотографируем. И сохраняем на рабочий стол. Что ещё? Теперь для вашей страницы нужен подарок. Ну, тут опять же, вы можете найти на YouTube видео какое-то по теме похудения. Но я в данном уроке буду вас учить, как вставить книгу-подарок. У каждого из вас должно быть очень много таких материалов по вашей сетевой компании. Там есть книги, брошюры и так далее. Если нет, найдите в интернете какую-то книгу, доступную для бесплатного скачивания. Там обязательно есть картинка. Скопируйте её также правой кнопочкой. И сохраните на рабочем столе. Теперь, после того, как вы эту книгу нашли, вы должны её вставить как рисунок. Ну, вот, к примеру, у меня именно та книга, которая на данной странице продемонстрирована. После этого, рядом, вы видите, там стрелочка и надпись подарок. Давайте сделаем то же самое. Идём опять в фигуры. Сделаем стрелки фигурные. Выбираем стрелочку и вставляем в нужном месте. Можно сделать стрелочку большую. Можно поменьше. Это уже как вам будет больше самому нравится. Опять выделяем. Делаем цвет нужный. Но в данном случае сделаем его красным. И выше надпись подарок. Вот, собственно, последний элемент странички, который нам нужен. Выделили. Сделали поменьше. К примеру, 14 жирным. И опять давайте сфотографируем с помощью ножниц. Если у вас нет ножниц, напишите мне или человеку, от которого вы получите это видео. И он даст вам такую программу. Для фотографии вашего экрана. Опять выделили, сфотографировали и сохранили на рабочий стол. Итак, посмотрите, что мы с вами сделали. Мы подготовили элементы для страниц. Мы сделали верхний и нижний элемент. Мы сделали фотографию. Мы сделали красивую картинку. И сделали картинку подарок. Всё остальное, здесь форму и кое-какие записи, мы сделаем уже вручную, прямо в волшебном конструкторе InVIP. Спасибо.